Приветствую вас, друзья! Сегодня вы снова с нами на нашем видеоканале саморазвития и путешествий со смыслом. Сегодня мы едем с Габриэль в Буковель. Сейчас примерно середина декабря. Мы, если получится, еще и покатаемся на лыжах и сноубордах, если позволить снег, а он должен выпадать в Буковель в это время. Ну и, естественно, первый раз Габриэль увидит адекватный снег, а не такой по лодыжку на 3 сантиметра. Ну и, как всегда, будет много интересного. Кроме того, мы, как всегда, постараемся быть в режиме максимальной экономии. И в конце обязательно посчитаем, сколько у нас вышло всего денег за трехдневную поездку в Буковель на двоих. С арендой домиков, проездом туда на поезде, естественное катание на лыжах или сноубордах, а также небольшие ознакомительные прогулки по городу Ивано-Франковск на Западной Украине, в которой мы также до этого не бывали. Ну и сейчас, прикупив тортик, мы бежим в первую точку нашего назначения поезд Одессы-Ивано-Франковск. В общем, Муслим купил тортик, ну вот, и надо его срочно съесть, потом мы совместно одолеваем его. Габриэла. Буковель, нам немного скучно, я решил снять еще небольшое видео, как можно экономить туристов в поездке на поезде. Например, сегодня мы взяли одну постель на двоих, соответственно, мы можем использовать пододеяльник одной постели и постель для второй постели. Подсказывать. Если будет холодно, то можно использовать спальник. Вот у нас с собой компактный спальник за 100 долларов, на который можно сэкономить 16 гривен, собственно, на постели. Ну, если совсем нет денег, можно путешествовать и просто укрываться спальником, потому что иногда, в принципе, если расстояние недалекое, постель может составлять 20-30% от стоимости билета. Ехать в плацкарте, как мы экономим. Соответственно, мы в одну сторону едем в плацкарте, в другую в купе, так что для разнообразия. Также мы не особо зарядили наши девайсы. Пользуемся вот в дороге, в ротативной зарядке. Можно прям заряжать от солнечного света. У нас сегодня не солнечный свет, но теоретически можно такую батарею зарядить. И положив ее под лампу дневного света на третью полку, она тоже будет заряжаться. Естественно, слабенько, но вполне может зарядить что-нибудь. Чтобы позвонить, будет достаточно. Также заряжаем телефоны для GoPro, чтобы снять для вас следующее видео. Сейчас 7.30, мы вышли из Буковельского поезда. Как еще темно, как вы видите. Как этот город называется? В Ивано-Франковске. Сейчас. Отсюда мы будем ехать на автобусе. Сейчас мы узнаем, сколько он стоит. Что-то типа такси стоит около 100 гривен с человека. Но мы будем, как всегда, экономить, поэтому будем пытаться как-нибудь. И отправляемся уже. Деньги, поэтому мы их снимаем в банкомате. Правильно, что что это? Очень странные банкоматы. Тут максимальное количество денег, которое можно снять за один раз, 200 гривен. Одному из членов нашей команды надо было снять несколько тысяч. Соответственно, нужно каждый раз сдавать и вынимать карточку. Что очень удобно. Это не бесплатный туалет? Нет? Есть. Туалет 2,50. Хотя написано бесплатный туалет. На английском. Нас ведут намного дешевле. Нас ведут наши проводники. Говорят, что так будет намного экономичнее. Сейчас мы это узнаем. Надеюсь, вы тоже сможете сэкономить. Тут есть небольшой вокзал. Прямо возле 150 метров. Туалет 3D вокзала есть автовокзал в Ивано-Франковске. Говорят, что мы тут найдем намного дешевле. Нам надо 4 билетика. А? Да, мы есть. Ну, а она когда есть? Дай на 25. Давайте 9.25. Что делать? Пуле ныти. Что? 80. Просто не слышно, как правильский актер, я ничего не понимаю. 90. Правильно? Ну, например, сет. А сначала ты вторую. Хватишь. Да. Итак, пресс в одну сторону 46.44. Что примерно 89 гривен за двоих человек. Итак, в 8.30 не удалось нам купить билеты, так как их в кассе уже не было. Видимо, все раскупают достаточно быстро. Но по 46. На 9.25 получилось купить билеты. Надеюсь, ждать мы будем недолго. Лишний час. Сколько час? Или на час? Сколько час? Сколько? 2 гривны сумки. 2 гривны? Вообще, навсегда или на час? Нам хватит, мы в 9. Если стоит 2 гривны, то мы, наверное, свою тоже сдадим. На часик. Сдадим свою сумку тоже за 2 гривны раз. Сколько? 4 гривны? Немного. Так а сколько за все? 5 сумок можно? 5 сумок. 5? 3? Ну да. Да давай плати. 4 гривна типа. Блин. 3 за чего? 10 гривен за 5 сумок. Это просто удивительно. 8.14. А у нас на 9.25. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы снова, получается, вернулись на ЖД-вокзал и теперь у нас есть примерно часа полтора прогуляться с ребятами по Ивано-Франковску. Нам сказали, куда пройти в центр, поэтому мы у нас в минут 45 отправление автобуса перейдем, попробуем найти центр. Мирская цвета города Ивано-Франковск. Цвета средств, как говорят, на власти. Вот такие улицы Ивано-Франковск в этой городе. Нестандартные цветы Украины и вообще нестандартные цветы. В городе Ивано-Франковск. Видно, не появлялись все романтики. Вот такие троллейбусы Ивано-Франковск. Куча машинок летит и все куда-то мешают, бегут с 9 градусов. Местная Ивано-Франковская церковь. Куча машинка. Пойдем. Пойдем к этой дождярке в Свято-Строльский кафедральный степор. Пойдем к своей fiancée. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 6 гривен 44 копейки Более экономный билет на автовокзале который находится за 50 метров отсюда Соответственно снимаем тут еще на зеркалку для домашнего видео потом смонтируем и будет красиво итак платформа номер 6 если не обманут мы пришли как раз ровно за 5 минут до отправления мы видели практически все в Ивано-Франковске городской парк центральный городской рынок пока что нет нашего автобуса он должен быть через 5 минут либо он уже ушел будет эпик фэо если он уже ушел судя по количеству ожидающего народа тут странно но платформа номер 6 оказалась там платформа номер 6 оказалась вот тем вот автобусом который стоит там который отходил через 5 минут и собственно мы бы никак не догадались если мне спросили двухкакбиль 925 пожалуйста да так ну 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...